Добро пожаловать на highnews.ru. Вы смотрите 83 выпуск нашего проекта «Это интересно». В прошлом выпуске мы говорили о самых маленьких устройствах в мире. Теперь же пришло время познакомиться с самыми большими технологическими новинками. И начнем, пожалуй, с самого большого телевизора в мире, созданного британской компанией Titan Screens. Его диагональ равняется аж 370 дюймов, это почти 9,5 метров, а стоимость телевизора-гиганта составляет чуть более полутора миллионов долларов. Телевизор Titan Screens фактически представляет собой несколько экранов, составленных вместе. При этом немаловажен и тот факт, что сборка устройства осуществляется ручным способом. Всего компания собрала 4 телевизора и 2 из них уже продала. Что же касается самого большого смартфона в мире, то им является Samsung Galaxy W. Он оснащен 7-дюймовым дисплеем и имеет размеры 192 на 100 миллиметров. Вес Samsung Galaxy W составляет 245 граммов. Несмотря на то, что размер дисплея Galaxy W позволяет назвать устройство планшетом, южнокорейский вендор позиционирует его именно как телефонное устройство для совершения звонков. Дизайн аппарата разработан таким образом, чтобы пользователь мог держать его и звонить одной рукой. Стоит отметить, что характеристики этого смартфона достаточно средненькие. Разрешение дисплея Galaxy W составляет 1280 на 720 пикселей. Аппарат оснащен четырехъядерным процессором, камерой на 8 мегапикселей и батареей емкостью 3200 мАч. Samsung Galaxy W продается в Южной Корее по цене примерно 500 долларов и представлен в черном, белом и красном цветах. А самым большим и одновременно самым мощным и быстрым компьютером является китайский суперкомпьютер под названием Tianhe 2, что переводится с китайского как Млечный Куть 2. Его структура насчитывает 16 тысяч узлов, а занимаемая им площадь составляет 720 квадратных метров. Система Tianhe 2 построена на базе Intel Xeon и в общей сложности оснащена более чем тремя миллионами ядер. Файловое хранилище этого суперкомпьютера имеет емкость около 12,5 петабайт. По оценкам экспертов, создание этого суперкомпьютера обошлось в сумму порядка 300 миллионов долларов. О предназначении данного суперкомпьютера остается только гадать. Командование армии КНР не разглашает задачи, которыми он занимается. А Национальная лаборатория линейных ускорителей SLEC в США в настоящее время работает на создание самой большой камеры в мире, которая будет предназначена для нового оптического телескопа Large Synaptic Survey Telescope. Вооруженной матрицей с разрешением 3200 мегапикселей телескоп сможет обеспечить съемку космических объектов с беспрецедентным уровнем детализации, что позволит ученым раскрыть ряд самых больших тайн и загадок окружающего нас космического пространства. По планам телескоп, который будет располагаться на вершине горы Чаруапачон в Чили, начнет работать в 2022 году. При этом планируется, что данные, получаемые при помощи этого телескопа, будут складываться в специальный научный архив в объеме около 6 миллионов гигабайт в год. Что же касается непосредственно самой камеры, то ее вес будет составлять порядка 3 тонн, а размер сопоставим с размерами небольшого автомобиля. Точные характеристики пока не сообщаются. А на этом все. Предлагайте свои темы для будущих выпусков, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами на highnews.ru и помните, знание – сила! Это был бэкстейдж! Это был бэкстейдж! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА – Бэкстейдж!